Приветствую всех! Я Оксана и жизнь как она есть. Сегодня я все-таки опять решила ответить по комментарии. Это не оправдание, это практическая математика. Значит вот это сегодня продукты запланированные на сегодня на день. То бишь мясо на суп. Вот оно. Глуб косточки, суп набора. То, что осталось еще с зимой у нас. И кролик у нас. Значит это у нас получается в среднем 4 400. Вот это среднее потребление ежедневное мясо. Потому что мясо у нас идет всегда. Собещаю обед и ужин у нас есть мясо. У меня Ромка был где-то ему 2 года и утром ел манную кашу. Ребенок мешает в острой тарелке и говорит, что а мясо где? А мясо там манная каша нет. Ну мы на севере привыкли к мясу. Нам нужно много мяса. И вот посчитайте сколько нам нужно держать жирности, чтобы оно было, чтобы спокойно можно было забивать. Вот у меня даже Маруся здесь пришла и ей тоже нужно мясо. Животным же тоже надо кормить. Нужно кормить мясом. Вот. Также картошка. Вот на сегодня у нас вот эта сетка. Здесь 5 с лишним килограмм. Вот. Ну а теперь считаем. Среднее потребление мяса, грубо, в день около 5 килограмм. Это не считая, если у нас есть дни, когда мы сядем чеслуки и все остальное. И мы за зиму съедаем несколько коров. Съедаем деревья. И это не считая, что мы еще съедаем уток, курительный декор. Так что котлеты и все остальное у нас всегда есть. Просто плохо, когда уже мясо заканчивается. А вот к весне оно заканчивается. И мы начинаем подбивать уже то, что растет. Лето тяжелый период. Поэтому забой у нас всегда осень идет. Утки, гуси, курицы. Тоже самый паштет. Посчитайте, сколько нужно для без уток, чтобы сделать из него паштет. Даже то, что у нас есть сейчас на ферме, что пойдет на забой осенью, что-то останется дома. Что-то останется старшим диком, разойдется. Я согласна увеличить объемы в два раза. Но по кормам мы просто не выпьем. Цены на корма у нас здесь просто бешеные. Что солнце? Вот элементарно. То бишь наглядно я показываю, почему мы иногда что-то покупаем. Паштеты, ветчины или еще что-то. Тушенку берем туда на ферму, потому что ее удобнее быстренько сварить. В казане там же нет электричества. Все же самые макароны по-флотски. Но мясо мы не покупаем. Берем только консервы-корплеты. Вот так.